Выделение земельных участков, летний отдых детей и планируемые изменения в окружное законодательство. Проблемы многодетных семей обсудили представители общественной палаты региона совместно с родителями, имеющими трёх и более детей. Вопросов было традиционно много, возмущений тоже. Подробности в следующем материале. Жильё и земельные участки для многодетных семей – пожалуй, самые злободневные темы для родителей, на воспитании у которых трое, а иногда и более детей. С 2013 года вступил в силу федеральный закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям. Сейчас в городской очереди значится 300 семей. Большинство стоят уже четвёртый год. За это время получить надел в пределах Наринмара смогли всего 100 очередников. 23 участки выделили в микрорайоне лесозавод и ещё 77 в старом аэропорту. Но на этой земле семьи пока не могут начать строительство. На данном участке у нас осуществляется вертикальная планировка. В связи с ростом федеральных законов один аукционный обменён снова состоялся в 2018 году. И срок отключения в октябре этого года. Количество больших семей в регионе растёт с каждым годом. А также появляются права у тех, кто раньше не мог претендовать на земельный надел. Как семья Роберта Гринкова. Проживаем здесь уже на территории НАУ 8 лет. То есть прописка есть. Трудимся здесь с самого начала, с момента приезда. И получается какая-то ситуация. Обратились за получением земельного участка, собрали все документы. Но ввиду того, что мы здесь не прожили 10 лет, нам отказали. Поэтому больше ничего другого не стоит, как просто ждать. Через два года большая семья Гринковых сможет встать в очередь на получение земли. К этому времени может и список очередников значительно сократиться. С января этого года полномочия сферы выделения земли под индивидуальное строительство для многодетных семей в связи с 95-м федеральным законом переданы от муниципальных властей региональным. Александр Борисович, конечно, хорошо сказал, это теперь не моё, а округа. И хотя за этот период город практически ничего не сделал, а округ это только взял. И это чудом образом-то не появится так вот за два месяца. Это же, как вот говорил Александр Ильич, это нужно торги провести по отсыпке 5-е, 10-е. То есть это же нужно выполнить действие. А что наработал город и могут передать, чтобы теперь округ это реализовывал, его же нет. Массу обсуждений вызвал законопроект окружной администрации по сокращению направлений реализации регионального материнского капитала. В списке предлагают оставить жильё, ремонт, образование, лечение и приобретение сельхозтехники. Многодетные семьи с таким решением не согласны. После собрания родителям предложили подписать обращение в администрацию региона с просьбой оставить прежний список, в который также входят приобретение транспортного средства, автомобиля, снегохода или лодки с мотором. Покупка товаров длительного пользования, мебели или бытовой техники, строительство бани и гаража.